друзья всем привет вы на канале варанчо наши приключения продолжаются в этот раз я оказался в европе я прилетел в город самых накачанных ног мы в этом выпуске узнаем с вами почему я в амстердаме мы прогуляемся по амстердаму посмотрим соседний городок роттердам и узнаем что здесь есть интересного поехали сегодня наш первый день в амстердаме мы решили познакомиться с городом с центральной площади мы сейчас приехали сюда площадь называется музейная потому что здесь находится три главных музея этого города и концертный зал у меня за спиной с этой стороны у нас музей стейджелик мы побываем сегодня в этом музее похож на ванну дальше у нас идет музей ван гога и в самом конце на этой площади у нас идет рейк музей собственно куда мы сейчас и направляемся мы начнем него потом посетим стейджелик и потом отправимся исследовать город уже глубже я просто хочу показать вам какая здесь очередь и людей внутри еще больше вот сейчас напротив вы видите очередь здесь проходит выставка отдельный вход для людей которые хотят посмотреть выставку а это очереди кто хотят посмотреть музейные экспонаты и это не все я сейчас пройдусь с вами глубже посмотрите то есть с левой стороны сколько людей справа интересно то что сейчас 9 утра еще нету 9 утра мы купили самые ранние билеты то есть музей только открывается гляньте сколько людей все такие же умные путешественники как и мы пришли на 9 утра надеюсь что внутри места хватит всем посмотрите так здесь очереди прямо с двух сторон 6 мы уже оказались музее здесь очень много разных маршрутов очень много экспонатов есть приложение где можно посмотреть как передвигаться самые лучшие экспонаты специально подобраны маршруты приложение также называется как музей а и можно попросить печатную карту на входе выдают и вы можете гулять вместе с этой картой и исследовать те экспонаты которые вам интересны музей был основан гаги в 1800 году братом наполеона первого королем голландии луи бонапарта в 1808 году он был переведен в амстердам и сначала располагался в королевском дворце музей был открыт для публичного посещения только в 1885 году но сбор коллекции начался почти за 100 лет до этого в нем помещается около миллиона экспонатов но выставлено только около 8000 музей входит в первую двадцатку самых посещаемых художных музеев мира если вы захотите увидеть все вам вероятно понадобится неделя что особенного в этом музее он уникален поскольку имеет обширную коллекцию произведений искусства исторических артефактов знаковых голландских художников и впечатляющую архитектуру предлагает уникальное исследование истории искусства нидерландов слово рикс в переводе с голландского означает национальный это дало название рейкс музея название относится к статусу музея как основного места хранения демонстрации голландского искусства и истории дословом переводится как государственный музей интересно то что твердая земля амстердама находится примерно на 15 метров ниже поверхности поскольку большая часть города находится ниже уровня моря чтобы справиться с болотистой почвой музей был построен на 8000 деревянных сваев которые до сих пор поддерживают сооружение самая известная знаковая работа музея это шедевр рембрандта ночной дозор 2017 году музей принял своего 10 миллионного посетителя им оказался голландский учитель которому в честь такого события сервировали ужин в зале ночного дозора и предоставили кровать для сна напротив шедевра звали этого учителя стефан каспа и это действительно правдивая настоящая история на втором этаже музея находится крупнейшая художественная библиотека страны самое приятное что ее может посетить каждый но мы не узнали только оказавшись дома поэтому не допустите такую ошибку как мы как утверждают в интернете это несомненно одно из самых ярких мест этого музея мы прогулялись по рейк музею вышли уже на улицу здесь уже по прибавилось людей как вы видите народ все приходит и приходит я рекомендую посещать музей на самое раннее время на 9 утра потому что музей было не так многолюдно например как уже стало под конец когда мы уходили хороший музей мне очень понравилась коллекция картин морских картин там где морские сражения и корабль очень большой интересный но я думаю то что вы все это видели в ролике я хочу еще поделиться с вами что здесь есть амстердаме очень интересная карточка она называется амстердам я рекомендую приобрести потому что с этой карточкой большинство музеев посещение музея будет бесплатно где музей которые бесплатно там будет скидка небольшая где-то где-то большая в общем очень удобно если вы планируете два-три дня посещать музеи рекомендую купить эту карту есть даже приложение вы просто сканируете там внутри и проходите гуляйте по музею сейчас отправимся дальше посмотрим что здесь есть еще интересного я совершенно забыл сказать что на площади музей на не только те три музея которые я озвучил ранее здесь находится еще один музей называется мог а это самый новый здесь музей его открыли в 2016 году это музей современного искусства мы также сюда купили билеты и сейчас пойдем посмотрим какие картины нас ждут в этом музее музей стремится выставлять знаковые работы знаменитых современных художников и восходящих звезд здесь можно увидеть работы таинственного бэнкси энди ворхола кос хита хорринга а также многих других знаменитых художников современности музей расположен в вилле альсберг на музейной площади вилла находится в частной собственности и как я выяснил в интернете ее цена составляет около 36 миллионов евро само здание было спроектировано в 1904 году эдуардом клюперсом это племянник знаменитого пьера клюперса который спроектировал центральный вокзал мастердама и рейк музеев которые мы уже были ранее картины скульптуры инсталляции располагаются на четырех этажах этого музея единственный нюанс который стоит учитывать людей музея очень много несмотря на то что билеты продаются на определенное время чтобы ограничить количество посетителей в некоторых залах скапливается толпа отдельная большая очередь стоит в кассу поэтому билеты лучше купить онлайн как сделали мы так вы сможете зайти по отдельной очереди и сэкономить и время в кассу Субтитры создавал DimaTorzok Погода в Амстердаме что-то не радует вообще, ветрища дует такой, иногда бывает солнышко выходит, на пару секунд можно сфотографироваться якобы красиво, а потом как задует опять, вот смотрите, опа, и солнышко вышло. Ай, красота! Опа, и солнышко нету. Сейчас по левую сторону у нас находится музей Ван Гога, который посещать мы не будем. А вот прямо видно музей Stege Lake, Stede Lake, в общем, как-то так. Его мы не можем не посетить, почему? Потому что, как вы видите, музей похож на ванну сверху или на какую-то космическую тарелку. Я думаю, что внутри мы что-то интересное найдем. Это музей современного искусства. То есть, когда вас кто-то спрашивает, видели ли вы современное искусство, сейчас вы можете смело ответить, что вы видели, и теперь у вас есть представление, как оно выглядит. Это просто коробка от матраса. И это, наверное, матрас. Вот оно, современное искусство. Очень круто и непонятно одновременно. Уникальность этого музея в том, что в его коллекциях представлены все направления современного искусства. Из-за большого количества работ, которые невозможно одновременно разместить в залах для просмотра, экспозиции делятся на два типа – постоянные и временные. В качестве примерной постоянной экспозиции можно привести зал Казимира Малевича. Работы Поля Сезанна, Пабло Пикассо, Марка Шагала также постоянно демонстрируются посетителям. Временные экспозиции меняются регулярно. Чаще всего они группируются по авторам или отдельным направлениям в искусстве. Также здесь есть экспозиции, посвященные художникам-новаторам. Представлены работы экспрессионистов, представителей поп-арта, минимализма, неопластицизма, а также одно из самых подвижных направлений – видео-арт. В этом музее мы нашли небольшой интерактивчик. Каждый из вас может побыть музыкантом. Звучит музыкант. Звучит музыка. Звучит музыка. Знаете, самое необычное? Посмотрите – это крышки. Разные крышки с разными рисунками, сжатыми. И вот, что получается из этих крышек. Вы не поймите меня неправильно, но я человек, который приехал в Европу впервые и отправился посещать музеи. Я такого еще никогда не видел. Гуляешь в музее, берешь бесплатно табуретку, ставишь, что тебе надо, садишься и наслаждаешься экспонатами. Что за чудо? Пойдемте дальше. Музей Сдови Лейк или городской музей Амстердама открылся в 1895 году как музей истории столицы Нидерландов. Выставленная в конце 19 столетия экспозиция была достаточно традиционна. Старинная мебель как самостоятельный экспонат, так и часть воссозданной обстановки быта жителей города. Украшение серебра, монеты, оружие. Наиболее любопытной была часть, воссоздавшая старинную аптеку с множеством уникальных ванночек, скляночек и других приспособлений. Но в 20-40-е годы часть коллекции пришлось передать другим музеям. Акцент решили сделать на современном французском и ирландском искусстве, что соответствовало духу времени и стилю, не ренессанса, самого станя. С начала 30-х годов и до 1972 года, до переезда в отдельное строение, в музее хранилась часть работ Ван Гога. После того, как в 70-е годы стены Сиди Лейка покинули все предметы, имеющие непосредственно историческую значимость и ценность, было решено выступить в виде первого в Амстердаме музея именно современного искусства. В 2004 году потребовалось провести реставрационные работы. Здания не только отремонтировали, но и обеспечили современными системами поддержания определенных климатических режимов. Был разработан и шлен проект, позволивший увеличить площадь, а следовательно экспозицию музея. Капитальная реконструкция заняла 8 лет. Теперь площадь музея равна 8000 квадратных метров. Новое крыло музея со стороны музейной площади представляет собой гигантскую ванну, то есть мы не ошиблись, когда подходили в музей, я сказал, что часть музея действительно похожа на ванну. Она составлена из 271 панели и синтетического материала творон, использована также в кораблестроении. В новом крыле находится аудитория и выставочные залы, а также ресторан, музейный магазин и билетные кассы. Вы знаете, что самое необычное? То, что вот эта вот экспозиция, где мужчина бьет другого мужчина по лицу, длится 6 минут 59 секунд, то есть он реально 6 минут 59 секунд бьет его по лицу. Обратите внимание на эту композицию. Насколько тонкое искусство. Если честно, я боюсь представить, какое лицо у этой девушки. Я надеюсь, это не какой-то фильм ужасов. Это экспонат в музее современного искусства. Мы погуляли по всем музеям и решили перекусить, увидели кафе, огромная очередь, очень много людей, все такие довольны, счастливые, решили заказать бургеры. Хочу показать вам, как выглядит бургер за 7 евро. Вот он. Я надеюсь, что я не объемся и он будет вкусный, потому что, ну, он супер маленький. А этот чикенбургер такой же. Чуть-чуть побольше, тоже 7.50 сыр дополнительно добавили. Ох, это Европа, вот это цены. Я хочу сказать, что в карточку Амстердам, про которую я вам уже говорил, входит катание по каналам бесплатно. Вы можете подойти к кассам некоторых компаний, прокатиться бесплатно. Вот, и также в карточку Амстердам еще входит проезд на общественном транспорте. То есть, в зависимости от того, насколько вы дней покупаете карточку, вы можете кататься по ветке GVB. Это автобусы здесь, синенькие такие, метро и трамвай, автобусы. В общем, очень удобная карта. Посмотрим сейчас, как будет выглядеть катание по каналам, что нас там ждет и на какой лодке мы будем передвигаться. Хочу показать вам еще одну интересную особенность. Здесь Нидерланды все катаются на великах и, честно говоря, возможно, я ошибаюсь, но велосипедисты настроены настолько агрессивно, что даже когда ты переходишь дорогу по пешеходному переходу, велосипедисты просто не хотят останавливаться. Сейчас едут велосипедисты, идут пешеходы. Давайте посмотрим, потому что меня вчера чуть не задавили. Я когда сказал женщине, что она себя некрасиво ведет, она мне сказала... Вы видите, да, только что на мопеде он чуть не задавил людей. А вот девушка, она... Ну, просто здесь большая толпа и она остановилась. А обычно, если людей поменьше, они просто продолжают движение. Ну, собственно, так, скорее всего, выглядит наша лодочка. Мы пока еще не знаем. Сейчас мы будем спрашивать. Купили мы, в общем, билетики с карточкой iAmsterdam. Можно покататься бесплатно. Здесь есть еще функция. Можно покататься по каналам на таких катамаранчиков, скажем, педали покрутить самим. И есть еще вариант открытой лодки. Но открытая лодка с iAmsterdam карточкой будет платно. Мы выбрали такой вариант. И сейчас еще ветерочек дует. Я надеюсь, что этот вариант нам подойдет получше. Когда вы будете покупать билеты на лодочку, будьте внимательными. Не делайте так, как мы. Надо приходить заранее. Покупать билет как можно позже, чтобы вы потом могли зайти первыми. Потому что мы зашли на лодку, а она вся заполнена. Мы даже не можем сесть вместе. Давайте посмотрим, сколько людей. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сейчас решили популяться до центра города. Пройтись, посмотреть главную площадь. Иду по этим улочкам. Честно, здесь на каждом углу магазины каких-то картин, магазины скульптур. Здесь столько всего интересного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ооо, просто сказка. А сладкого сколько! Разные булочки, круассаны. Ой, выпечка! Красота! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь также в Амстердаме говорят, очень классный есть цветочный рынок. Сейчас мы движемся к нему. Посмотрим, как он выглядит, какие цветочки там продают, и стоит ли его посещать. Так, мы сейчас подошли к улице, где начинается цветочный рынок. Народа здесь очень много. И вот такие магазинчики. Здесь пока я вижу только семена. Очень много разных видов цветов. Я веду семён. Для цветов. Семён. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот ещё один. В конце я вижу тюльпанчики красивые. Давайте зайдём глянем. Я, конечно, ожидал здесь увидеть больше цветов. О, посмотрите, здесь цветочки, лук, кабачки. Ой, какие красивые тюльпанчики. Гляньте. Букетик тюльпанчиков 7 евро. Вот такая красота. О, посмотрите, какие цветочки красивые. Девушка фотографировала их тоже. О-о-о. Смотрите, пока ходил и рассматривал цветочки, обратил внимание, что на здании сверху одни двери. А, это окна так закрываются. О-о-о, Володя, интересно, да? О-о-о. Прикольно. Здесь в магазине нашёл такие интересные деревянные тюльпаны. Сначала задалека не понял, что они из дерева. Один стоит 1,50 евро, пять таких тюльпанов стоят 6 евро. Да, всё-таки гляньте, сколько красивых тюльпанчиков. Очень много разного цвета. Круто-круто, не поспоришь. Десять штук, 28 евро. Знаешь, самое необычное. Стоишь напротив рынка цветов, а здесь внизу магазины с грибами, с разными колёсами внизу. А здесь магазин с печеньями, с коноплёй, с разными чупа-чупсами. Вот он вам, Амстердам. Да, ещё одна особенность Нидерландов. Смотрите, это велосипеды. Вот так припарковал свой велик, и не знаешь, где ты его оставил потом, как вообще выехать. Да. Это и так на каждом углу. Иногда бывает, что твой велик кто-то бросил, и он так целый день не лежит. Неожиданно увидели кривые домики. Когда мы плавали на лодке по каналам, нам тоже рассказывали про один из них. Интересно, а может мы здесь и проплывали? Всем моим друзьям и знакомым, и всем моим подписчикам, которые жили когда-то или были в Таиланде, я хочу показать. Помните, в Тае мы всегда парковали байки, их было очень много. Посмотрите, сколько здесь велосипедов. И когда я говорил, что я прилетел в город самых накачанных ног, то, кто был в Амстердаме, наверное, догадались, почему я так сказал. Потому что все местные здесь крутят педали целыми днями. Хочу показать вам еще одну мини-достамечательность. Смотрите, это просто уточки. мы нашли магазин, магазин уточек, резиновые уточки. Залетаем, посмотрим, что там внутри. можно купить разных уточек. Большие и маленькие. вот так вот. Каждая уточка стоит 10 евро, да? Мы добрались до центральной площади Амстердама. Ситуация, в общем, следующая. Народу здесь очень-очень много. С одной стороны у нас расположена площадь Дамы. Красивый монумент. Давайте на него посмотрим. Отдыхает очень много разной молодежи. Все сидят вокруг. Наслаждаются погодой. Сегодня вышло солнце. А с противоположной стороны у нас находится Королевский дворец. Посмотрите на него. Честно говоря, когда мы были в Южной Америке, путешествовали по разным городам, там обычно центральной площади выглядит очень плохо. Очень много бездомных, грязь, мусор. Здесь ситуация совершенно другая. Красиво. Можно прийти и полюбоваться атмосферой города. В Клинка Шор semua ж OFTennen. В Клинка Шор вот здесь, там тоже убрали. тут есть Yopon. В Клинке Шор вот здесь, там естьые пришельцы – выжил whole world of 64 глаз с 13 hochсов. Этот опыт很lled же, значит самое необычное идешь думаешь что это какой-то дворец а это на самом деле обычный вокзал амстердама просто вокзал а выглядит очень красиво доброе утречко дорогие зрители наши приключения в стартами продолжаются сегодня наш второй день и мы сейчас находимся на территории зоопарка здесь у нас артист название этого зоопарка находится музей я думаю то что вы слышите дует какой ветер погода сегодня не радует как и вчера утром надеюсь что сегодня к вечеру все наладится мы сейчас будем посещать очень популярный музей это музей микробов как пишет интернет когда-то наверное данным-давно когда он открылся 2014 году это был единственный музей в мире бактерий и микробов сейчас я думаю то что все поменялось собственно сейчас будем заходить туда и покажем вам что вы сможете увидеть в этом музее так ну что собственно посмотрите мы уже зашли в этот музей навстречу нас включают такая интересная бактерия она не одна здесь у нас сверху еще кто-то находится необычника конечно и здесь у нас несколько интересных вещей которые на входе нам уже хотят показать здесь у нас зубы которые не очистили три дня и здесь у нас мужская сперма в баночке в общем вот такие дела сейчас будем подниматься на лифте наверх и посмотрим что там ну вот я сделаю фокусом на лифте сейчас я постараюсь показать вам как выглядят микробы под микроскопом видите там двигаются маленькие сожалению больше не могу увеличить через камеру не думаю то что вам видно здесь очень много разных аквариумов бактериями и можно увеличивать через микроскоп и рядом есть такие телевизоры сейчас андрюша увеличивает через микроскоп я могу здесь прямо на экране смотреть как выглядят микробы там здесь можно отсканировать свое тело посмотреть сколько микробов у тебя в организме и на твоем теле целый муравьиный уголок здесь видно как муравьи тянут листочки еду я надеюсь что через камеру вам можно передать здесь есть увеличительное стекло это их дом внутри нам плохо видно смотрите какой большой муравей по сравнению с другими как они усердно несут листочки и это просто не за стеклом это можно посмотреть посмотрите сколько интересных баночек и знаете что в них всех говно разных животных например вот азиатского слона это зебра и так далее вот можно порисать это африканская охотничья собака это серый волк здесь стоят тортики за стеклом и на них тоже есть бактерии вот так вот выглядит тело жирафа которая поедает бактерии изнутри жираф давно умер и посмотреть какого размера он стал из-за того что бактерии внутри кушают а здесь вы сможете рассмотреть микробы которые вы встречаете ежедневно которые живут на ручках которые живут на рюкзаках которые живут на детских игрушках которые живут на мочалках которые живут на мыле, на всех повседневных вещах, на зубных щетках, на деньгах здесь они представлены сверху и также вы можете посмотреть на них через микроскопы посмотрите как выглядят мягкие игрушки а сейчас я покажу вам как выглядят бактерии, которые живут на мягких игрушках после такого даже не хочется трогать игрушки здесь на первом этаже еще одна интересная скажем так витрина смотрите здесь разные продукты и они скорее всего все испорченные как мы понимаем и здесь можно понюхать то есть вы выбираете например определенный продукт потом нажимаете здесь кнопочку и нюхаете запах просто ужасный и так можно затестировать разное но это уже получше пахнет а что мы нюхаем? там, видишь, вниз там проведено мы только что нюхали разные баночки оно проведено а первое что было? а первое было сыр вот, сыр пахнет ну совсем не очень хорошо здесь оказался еще второй стенд здесь прямо написано когда какой продукт пропал например вот грейпфрут 2019 год и тоже можно понюхать здесь можно понюхать пиво можно понюхать апельсины пропавшие и можно понюхать что-то еще но оно совсем не пахнет мы протестировали о, смотрите просто арбуз 2019 года в баночке в Киеве 2019 год ну, в общем интересно молодцы здесь на входе музея можно взять такой листочек он будет просто белый и уже по ходу исследования музея вы сможете собрать бактерии которые здесь живут вы их штампируете на этот листик и потом уже когда вы спуститесь на первый этаж этот листик можно положить вот сюда он сейчас его отсканирует и покажет вас покажет ваш результат сколько бактерий вы нашли вот и какие бактерии вы нашли в течение этой прогулки по этому музею мы сейчас вышли с музея микробов хочу сказать, что музей очень крутой нам безумно понравилось и рекомендую его посетить мы сейчас направляемся в морской музей у нас сегодня насыщенная программа после морского музея мы еще отправимся в музей Немо посмотрим, что у нас будет ждать там но пока что мы довольны музей с микробами надо посетить обязательно я еще хочу показать вам такую необычную конструкцию на улице как бы для меня это дикость потому что я такого еще не видел можно просто идти на улице вы заходите и здесь, конечно, грязно я думаю, что вы поняли, что это это, скажем так, писсуар для мужчин то есть ты просто идешь захотел в туалет зашел заходил в туалет и пошел дальше единственное, что лицо, конечно, здесь будет видно но, тем не менее, все остальное будет закрыто молодцы в Австердаме классно придумали только забыли подумать о женщинах сейчас мы с вами направляемся в сторону музея судоходства сам музей располагается в историческом здании арсенала где с 1656 года находился склад голландского королевского военно-морского флота закрепленный рядом с музейным причалом корабль эта копия ост-индийского корабля представляет собой наиболее значительную часть коллекции и одну из самых популярных до встречательности Австердама рядом с музеем находится большой пиратский корабль мы когда плавали вчера по каналам мы его видели я думал, что туда можно пройти вообще туда можно пройти но, к сожалению, сегодня в Австердаме штормовое предупреждение сильный ветер и пиратский корабль вблизи нам не увидеть собрание музея вместе с библиотекой составляют одну из самых больших морских коллекций в мире и демонстрируют то огромное влияние которое морское дело оказало андерландскую культуру увлекательные интерактивные выставки дают возможность посетителям открыть для себя 500 лет морской истории экспозиции разделены на три части север, запад и восток названы потому, в какой стороне от внутреннего двора они находятся север состоит из интерактивного шоу-приключения выставки кораблей и цифровой выставки, посвященной современному порту Амстердама в части восток расположены выставки моделей яхт разных времен атласов, миграционных приборов, корабельного декора, морских фотоальбомов и подарочной посуды в части запад находятся три выставки наполненных различными цифровыми интерактивными экспонатами жизнь на борту, история о ките, увидимся в золотом веке все они своего рода музейные приключения честно говоря самая интересная часть музея оказалась часть где мы смогли посмотреть на китовый уз где мы смогли потрогать зубы и луги и где мы смогли увидеть как выглядит эмбрион кита дорогие зрители надеюсь что вы еще здесь смотрите наш видеоролик не переключайтесь пожалуйста да мы понимаем что много музеев но тем не менее Амстердам такое интересное место у меня за спиной морской музей где мы с вами уже сегодня были я просто хотел бы сказать что я безумно люблю морскую тематику но я бы этот музей пропустил и не посещал бы его сейчас мы стоим на смотровой площадке которая находится на современном музее науки самый главный музей Амстердама он называется музей Немо куда мы собственно сейчас будем направляться пошел небольшой дождь в этом музее нас ждут разные аттракционы мы будем проводить эксперименты и все это вам покажем если вы прогуливаетесь по Амстердаму в районе центрального вокзала и морского музея ваш взгляд обязательно уловят странное сооружение напоминающее главное судно непонятно как оказавшееся в центре города когда мы совершали круиз по каналу Амстердама я также обратил внимание на это здание и еще тогда я задумался что это такое в этой покрытой патиной громаде не ожидаешь увидеть военный музей или музей современного искусства и меньше всего ждешь что здесь размещено место притяжения для детей и не только со всех Нидерландов и всего мира и это музей Немо честно говоря музей очень интересный здесь можно целый день гулять но проблема музея в том что здесь очень очень много людей так сложилось еще то что сегодня суббота но все равно огромные очереди здесь очень много разных опытов можно провести но детей людей сегодня это жесть самое странное то что билеты продаются по времени то есть определенное время входа это никак не помогает уменьшить как бы разгрузить эксперименты разные аттракционы надо ждать очень долго название отсылает нас к роману Жюля Верна 20 тысяч е по 2 2 в котором наука ограниченно соединялась с фантастикой здесь даже есть КП наутилус а зал из представляют собой палубы на которых наглядно демонстрируется устройство нашего мира простым языком рассказывается интернационных технологиях тайна генетики и биохимии функционирования экономики также слово НЕМО в переводе с латинского обозначает ничто пустое но вместе с тем открытое пространство внутри которого фантазия с помощью современных технологий превращается в реальность в конце 80-х в Нидерландах возникла идея создания научного центра который уже в самом раннем возрасте побуждал бы интерес к науке и технологиям воплощать идею в жизнь пригласили легендарного итальянца Рен Сапиано знаменитого архитектора автора центра Помпидо в Париже кому как не отцу в стиле хай-тек проектировать здание олицетворяющие науку и технологию строительство продолжалось 6 лет и летом 1997 года музей был открыт королевой Нидерландов Беатрикс у нас здесь эффекты дорогие зрители мы продолжаем путешествовать по Амстердаму мы никак не можем насладиться до конца атмосферой этого города и мы сейчас оказались в галерее уличного искусства эта галерея называется страт музей здесь представлены огромные картины уличных художников и здесь также можно увидеть разные граффити и сейчас мы все это будем смотреть и покажем вам послеого единиц oo любовь чтобы любовь 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень много разных граффити на улице, прямо на ангаре С той стороны тоже Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой злой район Я также хотел показать вам, как выглядят обычные дома в Амстердаме Потому что чаще всего, когда туристы гуляют по центру города, они видят маленькие здания, маленькие домики И думают, что местные жители живут там Да, местные жители живут в этих красивых маленьких домиках Но и также они живут в обычных домах, к которым мы привыкли Это многоэтажные здания Рядом с нашим отелем находится жилой район Я хочу показать вам, у меня за спиной обычное современное многоэтажное здание С противоположной стороны мы сейчас с вами посмотрим, как выглядит уже более старый дом Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, дорогие зрители, сейчас мы добрались до нашей последней крайней, скажем, достоверничательности в Амстердаме Которую мы будем смотреть Точнее, мы уже не в Амстердаме, мы рядом с Амстердамом Мы сели на поезд и приехали в интересный голландский поселочек, который называется Занс Хэсханс Где мы сегодня будем гулять Почему мы сюда приехали? Потому что здесь находятся действующие мельницы Самые популярные мельницы в Голландии, которые мы посмотрим сегодня вместе с вами Здесь очень много разных интересных домиков Растут цветы красивые В общем, будем гулять, дышать и наслаждаться сельской атмосферой Голландии Поехали! Занс Хэсханс Это музей под открытым небом, который находится недалеко от Амстердама На территории музея расположены ветряные мельницы и другие образцы голландского деревянного зодчества 17-18 веков В некоторых домах расположились музеи, магазины, однако большинство из них заселены Здания, всего около 30 домов, были перевезены из равных уголков страны в конце 60-х годов 20-го века В музеях можно посетить мастерскую по изготовлению традиционной голландской обуви Старинную сыроварню, мельницы, которые были отреставрированы и функционируют до сих пор Собственно, из-за этого мы сюда с вами приехали И все это мы сейчас увидим вместе Дорогие друзья, я наконец-то понял, почему здесь стоят мельницы Здесь очень ветрено и очень холодно Также сегодня здесь так много людей Я даже не мог представить, что здесь может быть столько народу Потому что сегодня понедельник, но тем не менее место очень популярное У меня за спиной мельницы, которую мы хотели вам показать Их здесь много Некоторые из мельниц работают, некоторые сегодня не работают И также в эти мельницы можно подняться Стоимость входа в мельницу 5 евро Некоторые можно посетить бесплатно И также на первом этаже каждой мельницы находятся разные мастерские Здесь разные рельмесники, кто-то делает специи, кто-то делает деревянные изделия И много всего интересного, и мы сейчас это также посмотрим Что в мельницу вы получили? И что здесь в мельнице? В мельнице? что вы думаете идет буря мы как обычно попали под сильный дождь точнее сейчас попадем и вот эти мельницы у меня за спиной так но собственно чтобы спрятаться от дождя но который уже почти закончился как вы видите мы решили зайти в мельницу шоколад но по крайней мере так на входе написано и у этой мельницы есть второй этаж куда можно подняться потому что на других на второй этаж подниматься нельзя на скале очень опасно потому что идет дождь а здесь вроде как разрешают поехали что друзья мы с вами зашли ветряк знаете что самое интересное что этот ветряк используется для помола пигментов которые идут на изготовление краски здесь вот такой вот механизм давайте посмотрим он то есть ускоряется то останавливается написано danger не будем подходить ближе в общем вот так здесь это все происходит здесь есть еще один механизм внутри надеюсь что вам видно сожалению отсвечивать по моему снять не могу может быть возможно стану с этой стороны а с этой стороны не видно тоже да собственно вот так выглядит этот ветряк и построен этот ветряк был в период с 1646 по 1696 но точно даты никто не называет там сверху тоже какой-то механизм здесь огромное колесо сейчас пойдем наверх интересно здесь дата указана 1782 вот загадка ну а сейчас мы с вами выходим на второй этаж на открытую площадку о погода наладилась как всегда ух смотрите здесь эта мельница прям над нами как страшно с ума сойти и вот такой вот вид а я думал это станет мы сейчас заходим в сырный музей здесь такие интересные данные сырный музей сырный магазин пакет Здесь даже можно затестировать разные виды сыра. Смотрите, здесь можно попробовать разные виды сыра. И мы нашли сыр с пивом, сыр с кокосом и с перцем. В общем, здесь много всего интересного. Зацените, какой крутой сельский вайп. Каналы, мельницы, мост. Ой, какая красота! Свежий воздух. В общем, не могу не нарадоваться. Народу, конечно, очень много, но... Настоящая деревня в Нидерландах. Мы гуляем по этой деревне. И здесь на входе в один магазин стоит две утки. Контролеры смотрят, как народ заходит и выходит. Смотрите, в общем, здесь есть такой интересный магазин. Магазин башмаков. Называются эти башмаки кломбы. Это традиционные голландские башмаки, которые раньше носили крестьяне и рыбаки. Вот. Потому что у них очень удобно ходить по болотистой местности. Потому что они не дают воде попасть внутрь. Ноги не промокают. Вот. И также были мастера, которые делали специальные, скажем так, модные эти кломбы, табули. Они их украшали. И в них можно было выходить на улицу на разные праздники, фестивали. Мы попали во внутрь музея. И здесь можно заценить, какие башмаки были раньше. Отлично вообще. Честно говоря, если вы следите за интернетом, сейчас возвращается мода. Я думаю, что на такие башмаки, потому что я уже где-то подобное видел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сейчас мы вместе с вами проникнемся еще раз атмосферой деревни в Нидерландах. Красивый мост, речка, и мы заходим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Курочка ходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такие красивые домики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я даже слышал то, что в этой деревне до сих пор живут люди. И да, кстати, в мельницах, которую мы видели, там тоже можно переночевать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok